Приветствую вас. Ситуация, которую вы описываете, несколько похожа на тревожность, то есть имеется в виду, что здесь с вами описываются ваши страхи, страхи, что вы ничем не привлекательны, кроме денег, вот, то есть это низкая самоценка, тревожность, вот, и, соответственно, работа. Работать нужно в первую очередь именно с этим. Тот факт, как вы ставите свой вопрос, вот, как бы говорит о том, что вы себе не очень доверяете. И, соответственно, нужно работать в этом направлении, чтобы вы из несколько ресурсного, более ресурсного состояния, чем сейчас, посмотрели на ситуацию и, вообще-то говоря, как бы прикинули, а хотите ли вы этого. Итак, не могу разобраться в любимом человеке, пишите вы. Я вроде в отношениях, вроде нет. Я сама пишу первую первую всегда, он пишет в ответе, что тоже люблю. Также гулять зову первая тоже я. Он соглашается, но всегда плачу за него я. Он позволяет целовать, но сам первым не начинает, потому что руководство смотрит в камеру на работе, он еще объясняется с ними. Да, долги он возвращает и даже сказал, что хочет пожениться, но я боюсь, что все из-за денег. Он кормил меня не так часто, может, я накручиваю, он реально любит просто немногословно, у него проблемы с финансами, может, а может и правда сбываются мои худшие опасения и со мной просто из вежливости. Итак, первое. Не могу разобраться в любимом человеке. Ну, вам и не надо разбираться, вам нужно разобраться в себе. Вот. Чужая душа. Подъемки и, собственно, даже для психологов есть ограничения, что третий лист меня обсуждал. Да. Я вроде в отношениях, вроде нет. Ну, тут надо бы спросить вас, что для вас значит отношения? Отношения это что? Потому что то, что вы описываете, это отношения. Да, несколько специфичные, несколько особенные, но отношения. Я сама пишу первое. Парню всегда. Я зову его гулять всегда. Плачу за него я всегда. Это вопрос инициативы. То есть вы почему-то это делаете. Почему? Для чего? Делаете ли вы это для того, например, чтобы дать что-то моему любимому человеку? Или вы это делаете из страха? Если вы этого не сделаете, с вами не будут. Дальше. Значит. Он позволяет целовать, но сам первым не начинает. Потому что руководство смотрит камеру на работе. И он уже объясняет с ними. Тут я не очень понял. По вашему объяснению получается, что вы целуетесь только на работе. Это странно. А когда не на работе? Как происходит? Но опять же, это инициатива ваша. Опять же, вопрос. Вы его целуете, потому что вам хочется его поцеловать? Это одно. Или вы его целуете, потому что вам хочется, чтобы поцеловали вас? Это другое. Да. Долги он возвращает и дает сказать, что хочет пожениться. Ну, а сколько вы в отношениях времени? С теми с вами общего. Насколько вам подходит такой человек по ощущениям? Потому что он, например, не изменится. Он будет таким же. Я боюсь, что все это из-за денег. Почему вы так решили? Очевидно, что здесь какая-то более глубокая проблема. В частности, касающаяся значения денег для вас. Дальше он кормил меня не так часто. Может, я накручиваю, но и он реально любит. Просто немногословно, у него проблемы с финансами. Ну, и тут повторюсь. У вас занижена самооценка. Дело, как вы понимаете, не в том, сколько он вас кормил. Дело в том, как вы себя ощущаете. Ощущаете вы себя не очень хорошо. Ощущаете вы себя так, что вас могут использовать. И это правда. Проблема в том, что вы сами даете человеку возможность для того, чтобы вас использовать. Вы блатите, вы зовете гулять, вы их пишете первое. Все время это происходит. Нет ничего плохого в том, чтобы писать первой. Звать гулять первой. Говорить о любви первой. Платить и так далее. В этом ничего плохого нет. И если вы это делаете, потому что вы хотите. А если вы не хотите, этого делать не нужно. У меня есть подозрение, что вы это делаете все, даже когда не хотите. Потому что если вы этого не сделаете, по вашему мнению, то что-то будет, что-то будет. С этим нужно поработать. Я специально здесь не предполагаю ничего. Я специально здесь избегаю каких-то расшифровок, потому что хочется именно от вас услышать, например, в ходе психотерапии, как это все происходит. Например, молодой человек не многословен. У него проблемы с финансами. Если проблема с финансами в принципе может решиться, хотя если длится она довольно долго, то это сорвется на то же вопрос. То проблема с многословностью или не многословностью, если для вас это является проблемой, это не решится. Человек такой, он сформировался и вряд ли он будет другой. Точнее он уже не будет, скорее всего, другой. Ну, бесперезно работа над собой, конечно. Поэтому вопрос, который вам хочется задать, звучит примерно так. Что для вас вообще-то значит... Что для вас вообще-то значит... Замудество, о котором вы говорите, что оно для вас означает? Потому что, если вам важно, чтобы на вас женились... Если вас, условно говоря, подкупают этот момент, что на вас, грубо говоря, женятся... То это вопрос к вам... Это вопрос к вам... Чем вас это... Подкупают? Оооо... Поймите я правильно. Да? Эээ... Совершенно нет... Ничего плохого... В том, что вы хотите выйти замуж. Но... Все-таки... Это скорее... Следствие. Понимаете? А... Вы... Описываете это... Так... Как будто это... Первая причина... Первая причина. И вот... На это... Я очень... Рекомендую... Обратить вам внимание. Вот вы... Сомневаетесь... В... В... В том, любит ли он вас... Но если бы вы... САМИ любили его... Из ресурсного состояния своего... То вам бы не было особо важно, любит ли он вас или нет. Вам бы было доста... Достаточно... Того, что вы его любите. Да. Вопрос... Эээ... Конечно... Эээ... Если... Ээ... Если... Ээ... Э... Любит... Любит только один человек. Тут, эээ... Безусловно, есть вариант... Эээ... Есть вариант. Безусловно. Тут, безусловно, есть вариант. Вот. Довольно разные варианты, как мне кажется, потому что кто-то может, кто-то, ну кому-то для кого-то вот приемлемо то, что любит только он, а другой человек в принципе не любит. Для кого-то нет. Это все очень индивидуально, но понимаете, в чем штука? Даже такой аспект, даже такой аспект в принципе можно обрабатывать с точки зрения ценности, а не с точки зрения своего страха. То же самое касается отношения мужчины к вам. если вы считаете, что поведение человека неприемлемо. а именно то, что он не платит за вас, не пишет первый, не зовет вас, что это тоже можно решать, скажем так, из ценностей, ну из позиции ваших ценностей. сейчас вы, на мой взгляд, этот вопрос, так, не решается. на мой взгляд, сейчас вы решаете вопрос в плоскости, то есть того, может ли со мной быть кто-то только потому, что любит. То есть может ли со мной быть кто-то не из-за денег. Вот, примерно такой вопрос вы решаете. То есть пытаетесь доказать, доказать себе, что вы ценны не только деньгам. И пока вы это будете пытаться доказать, вы будете в ловушке поведенческой петли. Что это значит? Это значит, что боясь того, что сами могут быть только из-за денег, вы будете вести себя интуитивно так, чтобы провоцировать человека относиться к вам исключительно меркантильно. Это такая вот история, которая, в принципе, эта история описывалась в концепте самоизбывающегося пророчества. И вы, ну, вы можете, в принципе, сами почитать про это в интернете. Я думаю, что информацию труда особого найти не составит. Вот она есть во открытом доступе. Но тем не менее. На этом всё-всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!